В округе стартовали всероссийские соревнования по боксу класса А среди мужчин, посвященные памяти мастеров спорта СССР Юрия Капитонова, Владимира Кузина и их наставника, заслуженного тренера России Александра Щедеркина. В течение пяти дней на ринге сразятся более ста спортсменов из 22 регионов. С участниками и организаторами турнира пообщались мои коллеги. Андрей Жуков занимается боксом 8 лет. Своё мастерство спортсмен из Архангельска доказывал на соревнованиях разного уровня. В турнире памяти Капитонова Кузина и Щедеркина участвует впервые. Два раунда, бой шёл на равных. Но в третьем, финальном, Жуков имел явное преимущество над соперником. Сам бой был напряжённый. Пытался на этот свой бой и всё вроде получилось. Первый бой всегда тяжёлый. Сейчас продышался, думаю, дальше получше. Финальные бои пройдут в заключительный день соревнований. Победа принесёт чемпионам не только золото, но и звание мастера спорта России. К достижениям желаемого результата в боксе шли и Юрий Капитонов, и Владимир Кузин. Но ранний ход из жизни оборвал их планы. В память о спортсменах в Люберцах инициировали турнир. Первый турнир проходил практически в таком масштабе, как Московская область. Но мы пригласили ещё своих друзей из города Харьков, Украина, город Чемкент, Казахстан. Было где-то человек 70. Вот так вот. И сейчас уже, конечно, турнир разросся. На соревнования приехали 127 спортсменов. На ринге померятся силами боксёры из Владимирской, Тульской, Ленинградской, Курской областей и Республики Крым. Вместе со спортсменами в Люберцы приехали их тренеры. Многие из них занимались боксом у Александра Щедеркина. Заслуженный тренер России ушёл из жизни пять лет назад. Турнир посвящён и его памяти. Пять лет проводят, а проводили уже сегодня 34-е соревнование. И ребята приезжают сюда, выступают, чемпионами становятся. Александр Питчич проработал без двух лет 60 лет здесь. За эти годы Александр Щедеркин воспитал десятки выдающихся боксёров. Среди них мастера спорта СССР Юрий Капитонов и Владимир Кузин. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.